МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Январь. Начало 2022 года. Казахстан всколыхнуло самое трагическое и кровавое событие за всю историю независимости. В историю этот период вошел как заранее тщательно спланированная попытка масштабного государственного переворота с целью захвата власти. Подготовка заговора велась заранее, и во главе его были высокопоставленные лица, включая руководители силовых структур, при участии преступных группировок. Разрабатывались планы и схемы, готовились провокаторы, координаторы и боевики. Заранее закупалось оружие, транспорт, средства связи. Мы внимательно изучили и тщательно проанализировали все обстоятельства и факты, документы, фото, видеоматериалы, свидетельства очевидцев. На основе скрупулезного и объективного анализа мы воссоздали самую полную и подробную хронологию январьских событий. Мы представим буквально по дням и по часам, как развивались события на улицах, как и когда принимались ключевые решения, каким образом был преодолен кризис. Мы покажем ранее неизвестные эксклюзивные кадры террористических атак, мародерства, поджогов и погромов. Хантар. Попытка госпереворота. Как это было? 1 января 2022 года. В Мангистауской области в 17 часов 20 минут возле Акимата города Джанаузен началась мирная акция протеста из-за повышения стоимости на автомобильный газ с 60 до 120 тенге. Для региона это очень чувствительно, так как большинство транспортных средств заправляются именно этим топливом. Есть версия, что повышение цен на газ было намеренным для искусственного создания социальной напряженности. Записав видеообращение с требованием снижения цен на газ в 18.00 этого же дня, люди разошлись. 2 января 2022 года. В Мангистау протесты переросли в массовые мирные митинги. Представители местной власти пытаются договориться с людьми. В Актау и Жанаузене митингующими перекрыты улицы. На главной площади формируется палаточный городок из протестной части населения. Обстановка накаляется. Полиция наблюдает за происходящим, охраняет общественный порядок, но силу не применяет. 3 января 2022 года. Акции протеста возникают и в других регионах страны. Атараусская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская области, город Алматы наполняется мирными митингами. Полиция по-прежнему не вступает в силовой контакт с митингующими, только следит за соблюдением правопорядка. Глава государства поручает правительству незамедлительно разобраться в ситуации, а специально созданная комиссия вылетает в Мангистау, где на месте вступает в переговоры с протестующими, чтобы принять конкретные меры для решения вопроса цены на автомобильный газ. 4 января 2022 года. Правительственная комиссия совместно с протестующими выработала совместное решение и сообщила о снижении цен на газ в Мангистауской области. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но в других регионах страны провокаторы призывают людей к акциям неповиновения. Появляются радикальные лозунги. Происходит нападение на полицейских и государственных служащих. Количество регионов, где организуют митинги, достигло 11. Одновременно в этих областях и городах мирные социальные протесты превращались в погромы с экстремистскими требованиями свергнуть государственную власть. Режиссура заговорщиков была направлена на разжигание конфликта. В Алматы мирный митинг закончился. Народ разошелся по домам. Но теневые организаторы включили другой сценарий. Несколько тысяч человек, в числе которых были уже организованные преступные группировки, собрались у Акимата города и вступили в столкновение с полицией. Безоружные стражи порядка пытаются побороть хаос. Для отражения нападений избирательно ближе к ночи стали применяться спецсредства нелетального характера. Слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Но преступники объединяются в неуправляемую толпу, которая уничтожает все на своем пути. Участники отнюдь немирного митинга не собираются разговаривать и договариваться. Хорошо организованные криминальные группировки поджигают автомобили, избивают полицейских и военнослужащих нацгвардии. Городские улицы погружаются в хаос и беспредел. 5 января 2022 года Касым Жемар Тукаев отправляет в отставку правительство и поручает начать расследование причин и обстоятельств беспорядков. В этот момент заговорщики понимают, что нити расследования приведут к ним и делают ответный ход. Организуются нападения и вооруженный захват административных зданий Акиматов Актюбинской, Атраусской, Казалардинской, Мангестауской, Шамбылской областей. В Талдыкургане группы вооруженных бандитов захватили здания Акимата, полиции и ДКНБ области. Но центром своих преступных действий заговорщики делают южную столицу Алматы, где происходят наиболее масштабные террористические акты. Хорошо организованные вооруженные группы ночью захватили здания Акимата города Алматы и Международный аэропорт Алматы. Также захватывают здания прокуратуры, телеканалов и других СМИ. На улицах города царит хаос и анархия. Перемешались все – религиозные радикалы, политические экстремисты, отъявленные бандиты, криминальные элементы, мародеры и мелкие хулиганы. Полицейских и солдат нацгвардии, молодых парней избивают и убивают. Над выжившими издеваются, раздевают догола и используют как живой щит для атак на административные здания. Больницы в Алматы работают в круглосуточном режиме. С 5 января в приемные покои поступают люди с ножевыми и огнестрельными ранениями. В первую очередь мародеры и террористы штурмуют полицейские участки и оружейные магазины. Следствие покажет, что было похищено более 3000 единиц различного оружия. Пистолеты, ружья, автоматы, пулеметы, гранатометы, гранаты и боеприпасы. Неизвестные люди в красных куртках и в масках координируют и направляют толпу по нужным направлениям. Нападающие в первую очередь выводят из строя камеры наружного наблюдения. Всем желающим раздается огнестрельное оружие, арматура, палки, топоры. Десятки объектов бизнеса ограблены или полностью уничтожены. Горят здания городского Акимата и резиденции президента в Алматы. Шесть вооруженных атак совершено только на департамент полиции Алматы. Происходит попытка штурма телепашней Коктобе. Осуществляется поджог здания телерадиокомпании «Казахстан». Из захваченных госучреждений в первую очередь выносят сервера с информацией. Толпа бандитов и мародеров безнаказанно грабит, поджигает и уничтожает все вокруг. Это давно уже не просто массовые беспорядки, а часть плана по осуществлению государственного переворота и смещения Касымжимар Татокаева с должности президента. Все факты ясно показывают, что заговорщики заранее спланировали все свои ходы. Действие криминалитета постоянно контролировалось и координировалось организаторами беспорядков. Один из них – криминальный авторитет Арман Джумагильдиев, известный в криминальных кругах по прозвищу «Дикий Арман». Он организует в отеле «Казахстан» собственный штаб, где координирует действия бандитских групп и мародеров, раздает оружие. Банда «Дикого Армана» захватывает заложников и пытает их. Как позже выяснит следствие, Джумагильдиев – это продукт ближайшего окружения тогдашнего главы КМБ Масимова. «Дикий Арман» приехал в Алматы заблаговременно, еще 17 декабря из-за границы, где долго скрывался. Джумагильдиев и другие криминальные лидеры сразу же приступили к финальной стадии подготовки к будущим радикальным атакам. Глава государства принял неотложные меры. 5 января освобожден от должности и арестован по подозрению в государственной измене председатель Комитета национальной безопасности Масимов. Позже вместе с ним арестованы и преданы суду еще ряд высокопоставленных чиновников. Глава государства вводит в стране режим чрезвычайного положения до 19 января 2022 года. По всему Казахстану действует комендантский час с 23.00 до 7 утра. 6 января 2022 года. В стране объявлена контртеррористическая операция, которая проводится исключительно силами правоохранительных органов и армии Казахстана. Лишь с этого дня органы правопорядка и вооруженные силы начали применять оружие для защиты правопорядка. В Алматы предотвращена попытка захвата террористами телевышки Коктобе и Академии пограничной службы КНБ. Касымжи Мартокаев проводит заседание Совета безопасности, где принимается решение привлечь в рамках международных обязательств на короткий период миротворцев организации договора о коллективной безопасности. Исключительно для охраны стратегических и социально значимых объектов, аэродромов, телекоммуникационных комплексов, организаций связи предприятий и коммунального хозяйства. Освобожденные от этих обязанностей казахстанские полицейские, военнослужащие и спецназ привлекаются как дополнительные силы для участия к антитеррористической операции. Производится чистка силовых структур от заговорщиков. Касымжи Мартокаев назначает новое руководство силовых ведомств. Полиция и армия вытесняют агрессивные группы из центра Алматы и других регионов. Происходят перестрелки. Боевики, отступая, не оставляют раненых и убитых, забирают тела из моргов. 7 января 2022 года. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Об этом заявил на утреннем заседании контртеррористического штаба президент Касымжи Мартокаев. В рамках антитеррористической спецоперации Джумагильдиев и несколько членов банды были арестованы. Было изъято огнестрельное и холодное оружие. Сейчас происходит судебный процесс над Джумагильдиевым и более 40 участниками его преступной группы. В Казахстан начали прибывать первые части коллективных миротворческих сил ОДКБ. Контингент ОДКБ не принимал участия в контртеррористических операциях. Миротворцы осуществляли задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в Алматы и Алматинской области. Белорусский военный контингент охранял аэропорт Джитэген и военную базу в городе Капшигай, нынешний Конаев. Кыргызский военный контингент охранял ТЭЦ-2 города Алматы. Таджикский военный контингент охранял ТЭЦ-1 города Алматы. Армянский военный контингент охранял хлебобараночный комбинат АКСАЙ. Российский военный контингент охранял аэропорт города Алматы. Стратегические объекты в городе Алматы. 8 января 2022 года. Основная фаза антитеррористической операции завершена. Президент констатировал, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью. В регионах и столице продолжает действовать комендантский час. Глава государства объявил 10 января днем общенационального траура. 9 января 2022 года. Во всех регионах Казахстана ситуация находится под контролем. МВД сообщил о задержании 5969 человек. В том числе 133 человек по подозрению в совершении тяжких преступлений. 516 человек были взяты под административный арест. Президент назначил новых заместителей председателя КНБ. 10 января 2022 года. День общенационального траура. Анализ произошедшего показал масштабы событий. Режиссеры несостоявшейся попытки государственного переворота планировали и реализовали три волны развития событий. Вначале они спровоцировали мирные митинги без силовых столкновений. Потом организовали поворот протестов в радикальное русло с погромами и поджогами. В третьей волне со всей беспощадностью и жестокостью проявились непосредственные исполнители, криминалитет и террористы. Планировалась и четвертая, заключительная волна развития событий. Это подъем по всей стране спящих радикальных ячеек. Ряд лидеров террористических организаций из Афганистана и Сирии в случае продолжения беспорядков собирались отправить своих подготовленных боевиков в Казахстан. Но стремительные и решительные действия законной власти по локализации и ликвидации кризиса смешали планы заговорщиков и не дали состояться в Казахстане сирийскому сценарию. Последствия попытки переворота, приведшие к январьской трагедии, заставляют задуматься. Преступниками было разграблено 7 оружейных магазинов. В руки террористов попали 200 автоматов, 561 пистолет, 1300 гладкоствольных ружей, 84 единицы нарезного оружия, 28 гранатометов, 2 пулемета, 168 гранат и 63 тысячи единиц боеприпасов. Этот арсенал мог бы обеспечить целую дивизию на несколько суток боевых действий. По данным Министерства внутренних дел, в общей сложности было повреждено 1466 зданий, в том числе 71 государственное учреждение, 12 оружейных магазинов, 27 полицейских участков. Было повреждено более 700 автомобилей, в том числе более 500 служебных автомашин, полицейских, пожарных, скорой помощи. По предварительным подсчетам, общая сумма экономического ущерба от беспорядков составила до 3 миллиардов долларов США. В огне Кантара погибло 238 человек, в Алматы 151 человек, полицейских и военных 19, ранено 3037 человек. 11 января 2022 года Было объявлено о досрочном выводе контингента ОДКБ. На заседании мажориса парламента Касым Жамар Токаев анонсировал масштабные политические и социально-экономические реформы. Глава государства подписал указ о новом составе правительства. План заговорщиков через государственный переворот остановить начатые в 2019 году реформы не удался. Модернизация страны продолжена. 12 января 2022 года Президент прибыл в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город страны. Касым Жамар Токаев поручил правительственной комиссии совместно с Акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур. Создано несколько общественных комиссий по детальному и прозрачному изучению произошедших событий. В их составе адвокаты по уголовным делам, правозащитники, авторитетные общественные деятели. Проведены специальные проверки. Региональные группы провели 118 превентивных посещений СИЗО и ЭВС. Поступило 80 обращений граждан о нарушении их прав. Каждое из этих заявлений тщательно и скрупулезно рассмотрено. Поручения президента. Невинные не должны пострадать. Заблудшие и осознавшие свою вину могут получить право на прощение. 19 января 2022 года. Окончательное снятие режима ЧП в стране. В 10 регионах режим ЧП был снят досрочно. С 13 по 16 января. 14 марта 2022 года. В парламенте состоялись специальные слушания, на которых первые руководители силовых структур отчитались о ходе расследования преступлений, совершенных в январе текущего года в ряде регионах страны. Обсуждение прошло в онлайн режиме. Слушания освещали более 100 отечественных и иностранных журналистов. Через год, в январе 2023 года, состоялись повторные парламентские слушания, на которых был обстоятельно рассмотрен ход расследования январьских событий. 16 марта 2022 года. Президент Тукаев выступил с неочередным посланием народу Казахстана. Данное выступление четко обозначило неизыблемость реализации политических и экономических реформ. Глава государства выдвинул новый пакет реформ, где обозначил окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом и подотчетным правительством. Касым же Мартукаев предложил ввести запрет президенту на членство в политических партиях, запрет близким родственникам президента на занятия политических должностей в квази-госсекторе упразднить целый ряд суперпрезидентских полномочий. 5 июня 2022 года. 5 июня 2022 года состоялся общенародный референдум, на котором большинство казахстанцев поддержало конституционные реформы Касым же Марта Тукаева. В результате проведенных в 2022 году реформ сегодня начал работать Конституционный суд. Избран новый мажорист по партийным спискам и одномандатным округам. В парламент вошло 6 партий. Три партии впервые стали парламентскими. Избраны новые маслехаты, областные по смешанной системе, районные и городские по одномандатным округам. Акимы областей назначаются после голосования депутатами маслехатов на альтернативной основе. Состоялись прямые выборы акимов районов. Упрощена регистрация политических партий. Президент избирается сроком на 7 лет не более одного раза. Сокращены суперпрезидентские полномочия. Усилены полномочия парламента и маслехатов. 1 сентября 2022 года Касым же Марта Тукаев объявил амнистию участникам январьских событий. Закон об амнистии был подписан уже в ноябре. Согласно принятому документу, многие участники январьских событий были освобождены. Кому-то сократили срок заключения. До конца 2022 года амнистия применена в отношении 1095 граждан из 1205 осужденных ранее. Были освобождены от наказания лица, попавшие под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков. Амнистия не коснулась лиц осужденных за теракты, организацию беспорядков, государственную измену и пытки. Отголоски январьских событий до сих пор возникают в обществе. Происходят политические провокации, создаются вбросы и фейки, по сей день обнаруживаются схроны похищенного оружия. По данным спецслужб, половина из 3000 единиц похищенного оружия до сих пор еще не найдена. Январьские события – это беспрецедентная за всю историю независимого Казахстана попытка государственного переворота. Объективное расследование проходит с полным соблюдением норм законов Республики Казахстан, под тщательным контролем парламента и общественности. Суды и следственные действия до сих пор идут. Всевиновные в январьской трагедии понесут заслуженное наказание. Главное – заговоры попытка переворота, которые привели к январьской трагедии, не удались. Заговорщикам не удалось остановить реформы, не удалось посеять в стране хаос и насилие. Субтитры создавал DimaTorzok